Вчера у нас был гастрономический день. Сначала мы встретились с подружкой Ирой, с которой мы виделись уже два года. И поехали, у нас здесь недалеко есть такая хинкаль, хинкали покушать. Раньше я очень любила туда ездить. Ресторан такой миленький, там очень приятная атмосфера. Такие дубовые столы с лавками, знаете, приятно. Я помню, мы всегда, когда с подруженцами туда ездили, просто вот заказывали поляну. Нам официанты советовали того и сего попробовать. Всякое такое, из грузинской кухни. Ну и хинкали, они просто вот, песня была. Такие прям горячие, из них вот этот сок, ну просто супер. В общем, вчера мы поехали с ней туда, Дениса оставили со старшим братом. И поехали в эту хинкальную. И там нас ждал неприятный сюрприз. В виде вот этого тоже, такое говнище на самом деле, когда такое происходит. Потому что люди приходят в ресторан отдохнуть. Отдохнуть, отдохнуть душой, посидеть, поговорить со своими друзьями, там с коллегами по работе или еще как-то. Ну там просто невозможно делать плохой сервис. Это, это, вот эта услуга ресторана, она как бы подразумевает под собой просто приятные эмоции. И приятное времяпровождение, приятные эмоции, вкусную кухню, да. Приятный амбиянс какой-то, там музычку приятную, то и все. В общем, мало того, что, ну как бы в ресторане было гипершумно, еще какая-то музыка орала, и людей куча. И какое-то день рождения там праздновали. Плюс, когда мы зашли к нам, никто не вышел. Никто не показал нам, за какой столик садиться. Мы, в общем-то, сами подошли к первому попавшемуся выбранному столику. Увидели там официанты и спросили у него, можно мы присядем здесь. На что он сказал, вы надолго? Я говорю, мы вообще-то поесть сюда пришли. Он говорит, ну, у нас тут все забронировано с пяти часов. А мы пришли, это было два с чем-то. Я говорю, ну, нам достаточно времени, чтобы пообедать. Как бы мы не будем тут сидеть до пяти часов. Ну, как бы, можно мы присядем? Да, садитесь. И, в общем, все вот через зубы вот так нам. Как будто мы ему задолжали каких-то денег и не отдаем. Вот такое какое-то было отношение. Ладно, мы присели там, начали свою беседу, смотрели в меню. Я, соответственно, забыла очки и не видела ничего в меню. Ира там увидела, мне как бы перевела. Но мы особо были не голодные. Мы хотели чисто посидеть, поболтать и хинкарки поесть. Все, кроме этого больше ничего. Ну, еще по салату. В общем, потом он подошел записывать то, что мы хотим. Мы ему сказали, что мы хотим такие-такие хинкали. Плюс еще Денису я с собой две хинкалины попросила. И спросили, через сколько они будут готовы. Он сказал, минут 20, говорит. Мы говорим, хорошо, но в ожидании хинкали мы бы хотели что-нибудь попить. Можете принести нам кофе? Латте, значит. Ну, чтобы спинка там что-то такое. Он сказал, ну, это придется минут пять подождать латте. Я говорю, ну, хорошо, пять минут подождем, ничего страшного. И говорю, еще потом хинкалям салатики мы заказали разные. Она себе один, я другой. И плюс еще на попить я заказала морс. Так, человек ушел. Дальше мы с Ирой проболтали 20 минут. Нам ничегошеньки не принесли. И вот мы начали уже с ней оглядываться, ждать, где же там наше кофе. Потому что уже прошло 20 минут. Но ни кофе, ничего вообще нет. Думаю, ну, наверное, забыл. Дальше подходит к нам официантка, девушка. И приносит нам по салату, короче. Ей салат, и мне салат. И кофе ей. Я так смотрю, говорю, понятно. А кофе с салатом? Она говорит, а, вам тоже нужно было кофе? Я говорю, да, но мне, пожалуйста, не надо уже больше кофе. Потому что кофе с салатом как-то не очень. Я уже как бы не хочу его. Если сейчас мы начнем есть, какой кофе? Если я захочу, я потом закажу. Ладно, хорошо, все поперепутано. В общем, салаты нам принесли. И мы уже голодные, естественно. Мы там что-то тыкаем вилкой, сидим и ждем наши хинкали. А ей, говорю, мои подруги, принесли, прям поставили уже кофе. Вот это вот латте. В общем, она сидит, это кофе с салатом, да? Дальше. Прошло еще какое-то время. Мы подзываем уже эту девушку и говорим, слушайте, почему так долго? Прошло 40 минут. У нас стоят эти киснут салаты. Уже там выделяется в них вся жидкость. И никакого морса, значит. Ну, мы попросили еще воды просто попить, да? Ни хлеба, вообще ничего. Вот эти салаты нам бросили, значит. И хинкали нет никаких. Она такая, а, ну сейчас я пойду узнаю. В общем, пошла узнавать. Пришел этот мальчик опять с кривым лицом, с таким. И начал нам говорить, что вы меня не поняли. Я вам сказала, от 20 минут, типа, делаются хинкали. Ладно, сейчас я, сейчас вам принесут, мол, типа, их. И приносят нам эти хинкали, ставят нам по тарелке, по пустой. И еще на пустой тарелке вот эти хинкали, значит. То есть куча тарелок пустых на три хинкали на каких-то несчастных. Которые уже полуостывшие. Причем само тесто было полусырое какое-то. Внутри плавал какой-то вот такой кружочек этого мяса. В общем, не горячее нифига. Ну, то есть жуткие хинкали. Просто кошмарные. И, ну, и, соответственно, про мой морс уже забыл. Все, уже не помню. В общем, мы кое-как эти схавали-хинкали. И решили свалить с этого места, потому что там было уже гипернеприятно. И нам вообще это все было неприятно. И мы поехали в другое место, в кафе. Мое любимое, где я лайвы вам записываю. Поехали, взяли себе парафу. Знаете, какое? Соленая карамель. Короче, кофе на сливках, вот этот раф. И соленая карамель. Это вообще просто. Ну, вот сверху там такая. Карамель, бюх, солей. Это значит карамель, масло и соль. Кофе. Класс. Очень вкусно. Посидели там еще. Потом пришел Денис со своим братом. С ними еще вместе посидели. И потом оттуда уже, а там мы разговаривались и решили продолжить нашу кофейную такую вечеринку. И решили поехать посмотреть новостройки. Вот там, где живет Ира, подруга моя. И где она купила себе вторую квартиру. Вот еще что. Какие плюсы, да? Здесь можно довольно-таки легко, если ты зарабатываешь, если тебе одобрят там ипотеку и все такое. Здесь очень легко можно покупать квартиры. Как покупать, продавать, там сдавать и так далее. Ну, то есть, ну, не особых, а не больших денег стоят на самом деле. Вот такие, которые новостройка. Конечно, туда потом впухиваешь ремонта на такую же сумму. Ну, особые умельцы, кто умеет делать ремонт, как бы они экономят и делают его сами. Но в основном вот такие, как Ира, которые умеют зарабатывать, они, значит, нанимают архитекторов и мастеров и вкладываются такой же суммой, как стоимость квартиры, на ремонт еще. И вот мы вчера поехали посмотреть ее квартиру, вот эту новую, которую она купила. Она уже одну купила несколько лет назад. Мы у нее были в гостях. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите, какой двор. Смотрите, куда мы приехали. А мы приехали в гости. Ой, как красиво. Смотрите, как миленько. Тут двушка, да? Ну, это как евро-двушка. Евро-двушка. Гостиная вместе с кухней и отдельно спальней. Классно. И новостройка. Ива, это что-то. Его когда сдали? Ну, вот этот комплекс примерно. Четыре года. Четыре года. Класс. Уу, тут еще домов куча. Ой, у нас ушли рабочие. Не, классный комплекс. Классный, классный, очень. Очень классный комплекс. И самое хорошее, то, что здесь все закрыто. И сюда лишние люди никакие не заходят. И машины не ездят. И машины не ездят, да. Ну, холодно, я замерзла. Деня, осторожно, сильно не катайся, и мы уходим. Здесь, видишь, так из колонды. Ага. Как будто домов. Да, не говори. Вот это твой? Да. Это который первый? Да, вот первый. Смотрите, какой вид. Слушайте, ну, классно вообще то. А как машина у нас не торгована? Нет, у нас то, у нас... Классно, что здесь это... Вот здесь вот кухня будет, кухня. Открытая, да? Да. И все пошло назад. А, смотри, видите, на телевизор, вы знаете, я Гриша сказала, у меня у папы четыре таких телевизоров. Да. Ну, вот такой вот большой. Ага. Как будто бы четыре телевизора. И он сказал, а вот это такой большой, и я такой говорю, да, вот это большой. Это шестнадцать таких телевизоров, значит, четыре, как у папы. Понятно. Смотрите, вот я стою на кухне, а это вот, вот эта вся часть, это будет зал такой. И вот такие вот все окна. Супер. Все, конечно, еще пока в ремонте, но... Вот здесь душ. Санузел, душ. Еще одна комнатка, спальня. Нет. Я тебя не фотку. Кабинет. Кабинет, да, точно. Кабинет. 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 Кабинет, да, точно. А это будет ванная или ты другую какую-то будешь? Нет, это будет эта, она тут красивая. Вот она специально сюда. Уже начали плитку делать? Нет, они уже сделали, даже затирку сделали. А, понятно. Здесь просто нет еще всего металла. И нам просто... Вот это тоже будет закрыто, не будет видно, да? Она вся прям... Угу. А, ну, можно... И такая, ну, довольно-таки большая прихожая, да? Ну, да. Слушай, ну, у тебя хоть прихожая есть, а у Женьки входишь, и у нее сразу же в зал. В зал. Не, у нас такая прихожая есть красивые красотинки, которые мы уже сейчас поехали. Ага. Так что вот так... И кладовка-то такая огромная тут. Да, прилично. Прям можно туда кого-то вот, непослушных мальчиков закрывать. То есть, опять же, это плюсы, плюсы России. Вот что есть такая возможность брать ипотеки, причем быстро их закрывать. Вот у Иры получилось закрыть уже одну квартиру, и сейчас она взяла вторую. Я смотрю, многие мои подруженцы и знакомые, которые вот взялись за ипотеки, и уже практически там кто на середине, кто уже выплатил, а кто планирует брать, кто-то только взял и делает ремонт и так далее. То есть, здесь такие возможности есть. Еще из плюсов. Из плюсов это то, что все кафешки открыты, все рестораны открыты, ты можешь спокойно ходить. И вот мы с Ирой также зашли в еще одну кафешку. Очень симпатичную. И взяли себе опять же рафчики. И теперь на этот раз рафчики со вкусом цедры апельсина. То есть, там была даже сама цедра апельсина. В общем, это непередаваемая вкусняшка. Так как мы с ней обе любительницы всего такого кофейного и шоколадного. Денис взял себе какао с машмеллоу, с такими плавающими, и попросил круассан. И тут хозяин вышел и говорит, о, мальчик, молодец, такой хороший выбор. У нас как раз круассаны из Бельгии. Я говорю, из Бельгии, да ладно. То есть, вам вот так вот в Бельгии готовят и привозят сюда. Он говорит, да, но нам привозят в замороженном виде, а мы здесь их вот в печке специальной, как бы их вот жарим. Я говорю, ну здорово, только понимаете, что не тем вы хвастаетесь, потому что вот во Франции, например, можно сразу понять, в этой булочной тебе их разморозили и сделали, или тебе их сделали. То есть, это большая разница на самом деле. Так, мы пришли еще в другое кафе. У нас сегодня рейд по кофе. Вот так лэлы. Смотрите, какой красот. Причем нам сказали, что его привезли из Франции. Из Франции или из Бельгии? Он сказал, из Бельгии, да. Круассаны из Бельгии. А ты где уже? А у меня раф, знаете, с чем? С цедрой апельсина. Они у меня спросили, надо ему? Я говорю, надо, надо, все надо. Амела? Да. Ну и еще один плюс. Это для детей здесь, в каждом дворе, просто космические классные лазилки. Вот мы сегодня с Денисом пошли гулять. Посмотрите. Ну я и не хочу, чтобы ты снимаешь. Вот это просто мы разговаривали. Ну мы с тобой будем разговаривать. Сейчас я сниму, куда мы идем. Мы идем с Денисом проверять, какие тут есть интересные лазилки. Ну сейчас, как площадка космос. Какая-то площадка космос тут есть. Интересно. Ваш. Да, Франции остается мечтать о таких площадках. Кстати, вот можно тут заниматься взрослым, пока детки занимаются с другой стороны. А вот это вот для взрослых, такие тягачи. Я только хочу вспомнить вам. Смотрите. Круто? Да. Давай. Давай. Молодец. А наверх что не полезешь? Ты умеешь там лазить-то? Да. Да, но надо было перчатки взять. Хорошо. Ты сможешь без перчаток-то? Да. Без перчаток сможешь? Да. Ну давай. Такая а-ля старуха-проценщица. Ух ты ж. Живой? Добрался? Руки, наверное, мерзнут. Да, День? Нормально? О, как хорошо там отдыхать. Ну, конечно, ты чего? Ты мечтал, ты бы хотела, да? Ну, я перчатки в следующий раз одену, курточку короткую, и, может, полезу. Ты ничего, серьезно? Да, это же для всех и для взрослых тоже, или нет? Что там написано, не знаешь? А, ничего не написано, знаешь, для всех. Фиг вам. Дай мне, говорит, задание. Задание. Перебежать через эту штуку и спуститься с другой стороны. Давай. Время пошло. Давай. Чтобы вы понимали, у меня руки окоченели, вообще холод дикий. Я не знаю, сколько сейчас градусов, мне кажется, ноль. У нас, кстати, ну, пять можно. У нас, кстати, обещали, что завтра будет гололёж, с этой ночью будут сильные заморозки. Сколько день? Плюс шесть. Я посмотрю потом, сколько. Сейчас уже поменьше даже стало. Мне кажется, три вообще. Жуть-жутко. Если я и сейчас не заболею, ну, тогда я не знаю вообще уже. А ты, говорит, ты в прошлый раз не заболела. Ну, да. Я каждый день такая думаю, вот оно, началось. А нет. Потом выпишь кофе, и всё нормально. В общем, у меня, знаете, иногда бывают такие симптомы здесь. Вот как я уже говорила, что вдруг ни с того ни с всего начинает какой-то неприятный привкус во рту, как металлический всё равно. Во рту, в носу какая-то фигня как будто. И потом ночью ты лежишь и понимаешь, что у тебя очень сильно першит горло, и ты прямо вот сглатываешь, 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 чтобы, ну, чтобы этого не было такого. И думаю, ну всё, вот оно. Ну вот оно. Ну вот. А потом раз утром, и всё прошло, куда-то делось. Как-то так. Ой, смотрите, чего только нет тут. А ведь у меня есть дома и шапка, и перчатки. Но нет. Я увидела, что солнышко, и выскочило вот так вот. Причём пальтишко вот такое вот. О, однослойненькое. Капец. Я заказала здесь пальто, такой пуховик длинный такой. Ну, широкий, длинный такой, оверсайз как бы немножко. Но он придёт через неделю ещё. Давай. Чего? Задание какое другое? Задание другое? Да. Ой, ну, залезь вот на эту штуку вот туда, наверх. Ну, я? Запутанницу эту. Хорошо. Потом ещё, да. Только, ну, за холодной не хватайся, там аккуратнее. Не трогай жилетку, да? Да. Денису купила очень хорошую, тёплую куртку. Но вот на лазилке мы вот такую коротенькую одеваем. Он, конечно, из неё вырос уже. Это вообще прикол. Последние деньки золотой осени. Уже такое, оно становится потухшее как бы немножко. Но скоро упадёт последний листик. И всё. И будет зимушка-зима идти к нам. А? И чё лазить не дать? Всё это сделано. Всё это для развития детей. Для того, чтобы дети развивали самого маленького возраста. Плюс ещё на этих площадках, на многих, стоят тренажёры для взрослых. Папа пошёл с ребёнком гулять и тут же делает какие-то упражнения. Это вообще супер. Плюс ещё все эти площадки там написано от нуля до девяносто девяти лет. То есть там и бабушки иногда, мама моя, я помню, мы гуляли с Денисом. И мама моя там ножки себе качала на такой штуке. То есть для всех возрастов, пожалуйста, занимайтесь спортом. Развивайтесь. Во Франции, например, это очевидная невероятная вот такая площадка. Ну, я не знаю, где такие есть. Есть у нас малюсенькие они, малюсенькие площадочки. И многие очень пришли в такое бедное состояние. Но размером очень маленькие, очень мало на них чего есть. Вот, смотрите, какая у нас площадочка. Ходи, 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 мама. Куда? Ходи вот так, отдай. Смотрите, ёлочку посадили. Здесь, кстати, во многих дворах сажают ёлочки. Их наверняка на Новый год потом наряжают. Очень здорово. Смотрите, вот прикол здесь, здешние местности. Все люди ходят вот в такие бочки. У нас здесь очень развито это на каждой стороне. И покупают питьевую воду. Вот здесь продается типа как артезианская вода. В очень многих местах вот такие вот штуки. Люди туда ходят с бетонами, с бутылями всякими. Либо там покупают уже в бутылке. Пятилитровые всякие. Но где гарантия? Откуда вообще они привозят эту воду? Вот интересно. Где гарантия, что она нормальная? Как приятно после гуляния, после холода, из замерзших ручек, зайти в магазинчик местный и купить вкус нятинок. И посмотреть просто квашеную. И посмотреть просто квашеную, Денис говорит. Смотрите, чай с лимоном, с медом. Да, кстати, мед купила вкусный же я. Коровка, дымотечество, сочники. И булки с маком. Ням! КОНЕЦ! КОНЕЦ!